Всем привет! На данный момент выходит большое количество игр, которые продолжают серии предыдущих. Цивилизация, Battlefield, Mafia 3, которую испоганили так, что даже она не заслуживает обзора. И сквозь все эти громкие релизы вряд ли можно заметить недавно вышедшее переиздание игры Петька и Василий Иванович Судный день, вторая часть, от российских разработчиков. И как вы уже поняли, данный обзор будет посвящен всей игре. Итак, 98-й год, как я помню это время. Мне было 7 лет, я пошел в первый класс, у нас появился первый компьютер И я на тот момент был маленьким, радостным засранцем, любителем видеоигр. Игры на тот момент продавались мало где, а точнее их было очень сложно найти. Лишь в больших городских центрах, торговых центрах продавали игры. А так как я жил за городом, то с играми было туго. И в один прекрасный день старший брат приносит охапку дисков, среди которых я нахожу Петьку Василий Иванович, вторую часть. На тот момент компьютер у нас был Pentium 2. Большой такой LT-монитор, 800 на 600, может быть 15 дюймов. Ну то есть, такая большая белая коробка. Сейчас, конечно, покажется для вас, для большинства шоком, но мониторы были тогда большие ламповые. И так как я был младший брат, то в первую очередь играл, конечно же, брат. Да, в целом такая семейная дедовщина наблюдалась во всех семьях, где есть старший брат и один компьютер. Это сейчас уже есть айпады, планшеты, телефоны и так далее. Но тогда был компьютер и ограниченное количество часов, которые он мог проработать, потому что иначе может сгореть. Да и вообще технику берегли. Но в целом вернемся к игре. Что из себя представляет игра? Ну это, собственно, стандартный квест, старая школа квестов. И для его прохождения необходимо искать предметы и применять их, эти же предметы, в других местах. В общем, сейчас это называется пиксель-хантинг. Но в этой игре есть то, что отличает от нынешних подобных игр в целом. Это огромное количество юмора, тысяча записанных разных фраз про окружение, про общение, про взаимодействие с предметами, через которые этот юмор и преподносится. Конечно же, герои анекдотов того времени это Петька и Василий Иванович Чапаев. Плюсом ко всему этому большое количество пасхалок на различные фирмы, известных людей, фильмы, игры даже. Ну, будь то Пятый Элемент, будь то Дик Нюкин, и их очень и очень много. Не буду спойлерить, чтобы портить вам впечатление, но в целом этим и привлекла меня игра в то время. И я считаю, что она даже стала культовой в то время. Потому что после второй части выходила и третья, и четвертая, и пятая, и в общем до девятой части они выпускали эту серию. Но после второй части, честно сказать, немножко скатились. Они переходили от упрощенного рисования персонажей и дошли аж до 3D. И в целом я смотрел последнюю, девятую часть. Ну, выглядит не очень, да и в целом это уже не то, что было в 98 году. Если мы говорим о новой версии, то она перерисована под современные мониторы. Вот у меня 27 дюймов, и в целом 16 на 9. Выглядит игра прекрасно, потому что до этого она как бы под мониторы квадратные рассчитана была. Ну, можно сказать, квадратные. Вот, то сейчас 16 на 9, и им даже пришлось дорисовать где-то фон. И в целом это здорово. То есть можно посмотреть какие-то новые предметы и разыскать новые, так скажем, пасхалочки. Честно сказать, немного эти все фоны, они размыты. То есть, ну, видно было, что халтурили над перерисовкой. Так как я занимался дизайном, я понимаю, что такое взять и перерисовать фон. Это не просто так, но тут же просто взяли фон, расширили там на максимальное разрешение в Full HD. И все эти квадраты, которые образовались из-за расширения, они просто замылили фоном. И это, ну, не очень здорово. Можно было сделать круче, если был больше бюджета. И в целом игра бы, наверное, стоила дороже. Но, наверное, этого бы стоила. Ее бы все равно покупали и все равно бы тратили на нее деньги. Сейчас она стоит, по-моему, 150 рублей, 160 в стиме. И имеет очень хорошие отзывы в стиме. Ну, наверное, по большому счету из-за таких, как я, которые купили игру, там, из-за желания получить той дозы ностальгии. Музыкальное сопровождение старое. Оно, в принципе, греет душу. Но кому-то не понравится. Поэтому давайте подведем в целом итоги. Для кого эта игра? Наверное, в большинстве случаев для таких, как я, которые в юности, в молодости играли в нее, тратили на нее время. В целом, знаете, это было такое время, когда вот ты что-то не проходишь, а твои друзья также играют в эту игру. И ты у них спрашиваешь, слушай, а как-то вот прошел тот или иной момент. Тогда не было там прохождения и так далее. То есть интернет, конечно же, был. Но с точки зрения прохождения их, по-моему, их не было. То есть их сложно было найти. И в целом ты тогда звонил товарищу или приходил к нему в гости. Он говорил, что вот, ты возьми, используй эту палку там на веревку. Тогда спустите в колодец и так далее. Вот. И это было здорово. То есть игру, вот если сейчас я сяду проходить игру, то пройду ее, может быть, за часов 6. Может быть, 5. Может быть, даже 4 часа. Тогда она проходилась в течение, может быть, месяца, полтора. Потому что играл-то редко. А когда играл, в целом, ну, потихоньку проходил. И ты не все моменты мог пройти в силу своего возраста. Ну, тебе 7 лет, 8 лет. Ты играешь в игру отчасти для взрослых. Это в квест. Но в целом играешь. И как бы по большому счету просто пытаюсь накликать разными предметами по разным местам, чтобы пройти дальше. Но в целом порой попадаешь в тупик. Да и в целом сейчас, я думаю, кто возьмется проходить, не сразу и сходу пройдет. Но это было, конечно же, удивительное время. И я помню, даже полтора года у меня настолько нахлынула ностальгия, что я даже прошел ее на канал. Был прохождение на канале. Я танцевал с бубном, чтобы ее запустить. Сейчас не нужно этого ничего делать. Она адаптирована под современные компьютеры, под Windows. Windows 10 даже запускается. Игра, потому что создана на движке Unity 3D. То есть они полностью переработали игру. И это круто. Это круто. И я бы, конечно, советовал бы современному поколению ознакомиться с этой игрой. Поиграть. В целом стоит не таких больших денег. И я думаю, вы эмоции получите больше, чем от какого-нибудь Battlefield 1 или Mafia 3, которая вот сейчас позорно таки вышла. Ну, это уже другая тема разговора. Также в Пете Василий Иванович появилось упрощенное управление. Что в целом, ну, предметы посвечиваются при наводке на них. Это круто. То есть не надо так судорожно кликать по всем предметам. Ну, хотя вот пока вот так кликаешь, какие-то диалоги произносят персонажи. Ну, это все в целом тоже здорово. И могу сказать, что о этой игре уже 18 лет. Только вдумайтесь в эту фразу, игре 18 лет. И считаю, что она не потеряла актуальности. Она добрая, она смешная и в целом она интересная. Поэтому, чтобы оценить игру, необходимо вернуться немножко в то время, в 98-й год. И тогда бы я ей поставил 10 из 10. Потому что это, можно сказать, памятник квестам того времени. Интересным, смешным и в целом актуальным на то время. Да, даже сейчас остается актуальным. И я ее в целом советую всем без исключения. Поэтому спасибо за внимание. Играйте только в качественные игры. Кстати, пишите в комментариях, какие квесты вы также любили играть в детстве. Любите играть сейчас. И в целом мне будет интересно ваше мнение. На этом у меня все. Всем спасибо и всем пока. И делитесь потеплее, потому что в России у нас пришла зима, а болеть нынче очень-очень дорого.